Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Торжественной и очень трогательно встретила Анапа 69-ю годовщину Великой Победы. Череда ярких праздничных и памятных акций прошла в городе и сельских населенных пунктах. Самое вкусное и только один раз в год – солдатская каша. Привал организовали в городе и селах. Парад и выставка боевой техники, конкурсы рисунков и праздничный концерт – все посвящения Великой Победе. Сыграли в ничью. Футбольная команда Анапа встретилась на домашнем поле с футболистами из Сочи. Утром 12 мая поступило сообщение – пропал ребенок. 11 мая в воскресенье около 18 часов 30 минут из фермерского хозяйства, расположенного в одном километре от поселка Гайкадзор, вышла на прогулку трехлетняя девочка. Анжелина Грачева, 2011 года рождения. Домой девочка не вернулась. О пропаже ребенка стало известно сегодня в 8 утра. Немедленно по поручению главы Анапы Сергея Сергеева был создан оперативный штаб по поиску пропавшей девочки, мобилизованный всей силой для того, чтобы не допустить трагедии. Рост около 1 метра, волосы короткие и светлые, худощавого телосложения, глаза голубые. Была одета в майку оранжевого цвета с рисунком феи, зеленые колготки, сиреневые шорты и светлые босоножки. В поисках участвовало около 700 человек – сотрудники полиции, спасатели, кинологи, батальон ППС. На помощь вышли добровольцы – школьники, студенты, казаки, охотники, рабочие станции «Русская», жители близлежащих поселков. Дополнительно привлекли 100 курсантов Института береговой охраны. Район поиска разбили по участкам. Прочесывали лесной массив, виноградники, территорию фермы, где живет семья. В 16.30 поиски увенчались успехом. Двое курсантов Института береговой охраны обнаружили ребенка в лесу. Живая, но напуганная трехлетняя малышка была незамедлительно передана в руки медиков. Анжелина госпитализирована в детскую городскую больницу и находится под контролем врачей. От имени главы муниципального образования город-курорт Анапа Сергея Павловича Сергея выразить огромную признательность всем тем, кто принимал участие в поиске этой девочки, кто не остался безучастным. Мы не потеряли человека. Самое важное – это человеческая жизнь дороже всего. А мы продолжаем выпуск. 9 мая Россия отметила Великий день – День Победы. Этот особо чтимый в нашей стране праздник в Анапе открылся марш парадом воинских частей Анапского гарнизона и шествием ветеранов Великой Отечественной войны. Эти мужественные и стойкие люди продержались на полях сражений и в тылу долгих 1418 дней. Они шли в бой, не боясь погибнуть. Они самоотверженно трудились для фронта. О начале военного парада возвестили трубы духового оркестра. Первая двинулась автоколонна с ветеранами Великой Отечественной войны. Их лица светятся радостью и гордостью за родную страну. И безграничная благодарность просыпается в сердце при взгляде на этих мужественных людей. Следом чеканья шаг по площади маршируют военнослужащие Анапского гарнизона, курсанты Института береговой охраны ФСБ России, казаки Анапского районного казачьего общества. Великий праздник прочными узами связывает военное поколение с теми, кто родился после войны. Наследники города воинской славы, молодежь Анапы, гордо несет огромную георгиевскую ленту. В этом году впервые Анапа присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк». В нашем городе она объединила около 200 молодых ребят. У каждого в руках портрет анапчан, погибших на полях сражений. Фотографии своих родных и близких предоставили семейных архивов жителей города, для которых память о прошлом – это гордость и основа всей жизни. Марш-парад проследовал по улицам Крымска, Ленина и Пушкина. Все внимание было приковано главным героем праздника – ветеранам. Анапчане встречали их аплодисментами, дарили цветы, благодарили за победу. Завершило шествие у сквера боевой славы. Напротив памятной стелы «Город воинской славы» весь день проходила выставка боевой техники. Ветераны вспоминали прошлое, молодежь изучала историю. Анапчане с неподдельным интересом рассматривали танки, вездеходы и пушки. Особое внимание технике уделили, конечно же, дети. Юных участников торжественных мероприятий было много, как никогда. Все дальше уходит май 45-го года. Но все по-прежнему помнят, какой ценой досталась русскому народу победа. Огонь памяти зажегся в сердцах тысяч анапчан и гостей курорта накануне Дня Победы. 8 мая по улицам города прошло факельное шествие, посвященное 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Зажженные факелы и свечи участники этой трогательной акции пронесли от сквера боевой славы до морского порта. Там на воды Анапской бухты почетный эскорт возложил венок и бескозырку. Тысячи анапчан и гостей курорта участвовали в традиционном факельном шествии. Дед анапчанки Ольги был политруководителем в городе Кушка на границе самой южной точки России. В 1941-м его забрали на фронт, в 1942-м он погиб. Мама Ольги Владимировны осталась без родителей, выросла в детском доме. Столько бед, столько лишений. Их поколение, как оно выжило, как они это все вынесли, я не знаю. Вечная память погибших, чтобы войны у нас никакой не было. Представители трех поколений пришли в сквер почтить память воинов, погибших в Великой Отечественной войне. 69 лет назад, 8 мая в 22 часа 43 минуты, в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Сегодня мы отдаем к нам неуважение живущим рядом с нами ветеранам. Наверное, в большей мере вспоминаем тех, кто сложил головы на полях сражений. Учащиеся кадетской школы имени Героя Советского Союза Николая Старшинова зажгли факелы от пламени вечного огня. Почетные гости возложили к обелиску венок памяти от благодарных анапчан. Жители и гости курорта зажгли свечи в памяти погибших в годы войны и прошли в морской порт. В морском порту прошло театрализованное представление в памяти погибших моряках. Мэр Анапы Сергей Сергеев, председатель совета Леонид Кочетов и ветераны проводили почетный скорт для возложения венка и бескозырки в акваторию Анапской бухты. 9 мая у здания киноконцертного зала Победы был организован солдатский привал на стилизованной танцевальной площадке образца 1945 года. В парке 30-летия Победы работали полевые кухни. Желающих попробовать настоящую солдатскую кашу оказалось так много, что поварам пришлось делать не одну закладку продуктов. Здесь же прошел праздничный концерт «Мы – дети Великой Победы». В подарок ветеранам, жителям и гостям курорта на театральной площади выступали творческие коллективы города с праздничной программой. Концертные номера сменяли друг друга, создавая праздничную атмосферу. Все знают, кто и какой ценой завоевал счастье жить в свободной стране. Этот праздник значит день победы, день счастья, день того, что мы сегодня существуем на этой прекрасной зеленой планете. Это святой праздник. Мы – дети победителей. Ура! 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 Театрализованное мероприятие «Солдатский привал» помог молодежи окунуться в армейскую жизнь, почувствовать себя героями военного времени. Несколько точек военно-полевой кухни – отличный способ подкрепить силы и, безусловно, украшение праздника. Желающие попробовать настоящую солдатскую кашу выстраивались в очередь. Те, кто дождался очереди, успел отведать ароматной вкусной каши, не скрывали своих аппетитных эмоций. Шикарно! Мы каждый год ездим, и вот каждый год и дети едят, и мы едим все с удовольствием. Очень хорошая традиция, добрая. Каша вкусная, как и должна быть солдатская. Каша тоже прекрасная везде. Мы ходили везде, не только здесь кухня, и там еще, и там. Все организовано очень хорошо, все красиво. Вкусная, очень вкусная. Чувствую себя настоящим солдатом. Уже много лет существует такая традиция – солдатский привал. Как воспоминания, былом и повод собраться для ветеранов, а для молодежи послужат живые рассказы о военном времени. Отдать дань уважения и благодарности тем, кто выстоял и отстоял право на мирную жизнь. Но не только город в этот день отметил великую победу широко и ярко. Памятные акции и праздничные мероприятия прошли во всех сельских округах. Севастопольский вальс – знакомая всем история 10-го десантного батальона. Песни военных и послевоенных лет жители Субсеха спели вместе, и на фоне победных песен особенно тихо прошла минута молчания. Собрались почтить память погибших героев войны и в первый раз поблагодарить за мир и свободу ветеранов, жители села, родственники и однополчане. Новое поколение – школьники и студенты, пожалуй, последние, кому повезет узнать подробности истории от ее создателей. Ветеранов, воевавших против насилия, фашизма и за свободу. К памятнику возложили цветы и венки от анапчан, жителей Субсеха, родственников погибших и ветеранов. Исследуя традиции, сделали общее фото на память. Традиционно ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая участвовали в кафе «Елена». За праздничным столом участников войны с Великой Победой поздравил мэр Анапы Сергей Сергеев. За накрытыми праздничными столами самые ожидаемые гости – ветераны и труженики тыла. Атмосфера праздника и бесконечной благодарности ветеранам за мир. Любимые песни военной вальсы в исполнении молодых пар. Такими же юными многие анапчане ушли на войну. И спустя 69 лет после громкой и такой долгожданной победы 9 мая – особенный праздник, когда самый нарядный аксессуар – георгиевская ленточка, когда можно плакать от радости и грусти, вспоминая тех, кто уже навсегда остался в истории. В кафе «Елена» Мэр Анапы Сергей Сергеев в тесном кругу в очередной раз поздравил ветеранов и тружеников тыла с победой и поблагодарил организаторов парада и городских мероприятий за настроение и праздничную атмосферу в течение всего дня. Праздник со слезами на глазах. Тысячи анапчан воздали дань памяти героям, павшим в сражениях Великой Отечественной войны. Митинг прошел у Вечного огня в сквере боевой славы. Участники марш-парада воинских частей Анапского гарнизона доставили к Вечному огню красное знамя победы – символ памяти героях, павших в боях и не доживших до наших дней. К ветеранам, анапчанам и гостям курорта обратился глава города Сергей Сергеев. Мы отмечаем 69-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Дата торжественная и радостная и одновременно скорбная. Этот праздник для нашей Родины – главный в череде праздников, которые мы отвечаем. Я хочу выразить огромную благодарность нашим ветеранам, живущим сегодня рядом с нами, пожелать им долгих лет жизни, любви близких. Хочу почтить память тех, кто не дожил до сегодняшнего дня и тех, кто позволил нам сегодня и дал возможность провести это торжественное мероприятие. Сегодня самый яркий, великий праздник – День Победы 9 мая. Вот уже 69 лет наша страна отмечает этот праздник. Но праздник этот действительно со слезами на глазах. Очень дорогую цену заплатил наш народ за победу в Великой Отечественной войне. Вы знаете, что на территории муниципального образования, город-курорт Анапа, десятки братских могил, памятников и обелисков – это тех, кто не щадят своей жизни. Все сделан для того, чтобы защитить отчизну, свою семью, своих детей и внуков. И мы им благодарны за то, что мы сегодня живем и здравствуем. Вечная и павить, и вечная слава. Особенно трогательно прозвучали слова ветерана войны, полковника в отставке Ивана Кузьмича Ищенко. Я вот уже 69-й год встречаю День Победы. Первый День Победы я встречал в Берлине. Был в Рейстаге. Все мы мечтали, когда была война, чтобы побывать в Рейстаге. Был я там, расписался на стене. Всю войну воевали мы. Сколько здесь погибло наших людей, не пересчитать. В том числе и в Анапском районе. После минуты молчания гирлянду славы от военнослужащих Анапского гарнизона возложили к мемориалу воинов и партизан погибших в годы Великой Отечественной войны. К Вечному огню возложили венки памяти и цветочные корзины от губернатора Кубани Александра Ткачева, администрации Совета депутатов Законодательного собрания края, Анапского районного казачьего общества, Института береговой охраны ФСБ России, политических партий и общественных организаций города-курорта, благодарных анапчан и ветеранов. Заключительным аккордом праздника стал Бал Победы. Он прошел вечером 9 мая на Театральной площади для более двух тысяч зрителей. Молодые актеры с пронзительной искренностью рассказали анапчанам и гостям нашего города о славных страницах военной истории, о любви и верности, об отваге и подвигах того времени. И в завершении праздничного дня небо на Данапе раскрасил фейерверк в честь победителей Великой Отечественной войны. На Театральную площадь пришли ветераны, жители и гости курорта почтить память героев. Виртуэлла Чалакян День Победы отмечает как самый значимый праздник в году и в жизни. Это великий праздник, незабываемый. Аж плакать хочется. У меня дядя погиб. Везвесть везти пропал мамин брат. Так что вспоминаний много. Литмотив концерта – солдатские письма, на страницах которых переживания, эмоции, судьбы людей. Иван Матюнин приехал из Североморска в Анапу на отдых. День Победы отмечают ежегодно в этом году в городе воинской славы в Анапе. Я с 37-го года. Я свидетель войны. Поэтому для меня это очень дорого. Я это передаю детям, внукам. Творческие коллективы Анапы в музыкальных и хореографических номерах показали начало войны. Напомнили о страшных сражениях и долгожданной победе. На Театральную площадь жители и гости курорта пришли семьями. Я очень рада, что мы победили в этой войне, что закончилось хорошо. На сцене Бал Победы. Студенты выпустили в небо тысячу белых шаров, как символ писем героев войны от поколения 21 века. И ровно в 22 часа ночное небо над курортом озарил праздничный салют. И по уже сложившейся традиции ветеранов и тружеников тыла в День Великой Победы встречали и честовали предприниматели. Этот праздник отмечает без исключения каждая российская семья. Каждый стремится высказать слова благодарности за свободу, независимость и мир. Солдатский привал на углу улиц Ленина и Новороссийска стал уже традиционным. Как всегда, гостей и ветеранов ждут и георгиевские ленты, и счастливые улыбки, приятные встречи и общения под песни военных лет. Ну и, конечно, вкусная и ароматная солдатская каша. Я первый раз пробую кашу, как на войне. Она такая вкусная, и, наверное, если я ее съем, я буду таким же сильным, как все ветераны Великой Отечественной войны. Каша очень вкусная. Просто хотелось выразить благодарность хозяину этого мероприятия, которое организовывает каждый год. Каждый год вот на этом месте. Палатка, каша, 100 грамм фронтовые, хлебушка, салатик. Это настолько впечатляет, настолько это вдохновляет, что есть такие еще люди, которые не забывают это. Этот праздник, по словам организаторов, уже стал доброй традицией. Встречают немногочисленных ветеранов, освобождавших Родину, которые в тяжелейших условиях противостояли фашизму. Они, как никто другой, знают цену победы, поэтому и празднуют от души, искренне радуясь миру. Рестайлинговый автомобиль украинского производства с надписью «На Берлин» стал украшением праздничной площадки, напоминая о том, что одним из фронтов штурмовавшим главную цитадель фашизма был Первый Украинский фронт. Коллектив ООО «Партнеры перспективы» поздравляет всех ветеранов с праздником победы. От всего сердца мы хотим поздравить и пожелать крепкого здоровья нашим героям. Спасибо вам, наши дорогие, за победу. Низкий вам поклон. Мы помним и гордимся, и чтим вас. Спасибо за мирное небо над головой, за свободу. Все, что сейчас у нас есть, мы обязаны вам. Низкий вам поклон, дорогие ветераны. Все проходящие мимо ветераны, анапчане и гости курорта, спешащие в центр города на праздник, останавливались здесь. Всех встречали с улыбкой, заботой и сердечным теплом, приглашая за стол солдатской кашей и фронтовыми стаграммами. День взятия Берлина в 1945 году – это одновременно боль и горечь по погибшим фронтовым товарищам, по уничтоженным гитлеровцами, миллионами советских граждан. О них вспоминают и семьи погибших воинов, и сами ветераны, вернувшиеся, живыми с войны. Но, тем не менее, радость затмевает грусть, ведь наши предки выстояли и победили. И сегодня все внимание и все почести им. На стадионе «Спартак» футбольный клуб «Анапа» провел вторую домашнюю игру открытого чемпионата Краснодарского края по футболу «Высшая лига». Анапчане сыграли в ничью с командой «Сочи». На стадионе «Спартак» за футбольные команды болели около 4 тысяч зрителей. Среди болельщиков – мэр «Анапы» Сергей Сергеев, президент футбольного клуба «Анапа». В первом тайме футболисты «Анапы» провели несколько контратак, но счет не сдвинули 0-0. Два тайма игроки обеих команд держали в напряжении тренеров и болельщиков. Футболистов выручали вратари, которые несколько раз подстраховывали защитников. Второй тайм прошел в непрерывных атаках футболистов «Анапы». Изменить счет до конца второго тайма не удалось ни одной из команд. Команды «Анапы» и «Сочи» сыграли в ничью. Следующая игра футбольного клуба «Анапы» состоится 24 мая на стадионе «Спартак». Футболисты «Анапы» встретятся с командой «Прогресс» из Тимашевска. 28 мая анапчане проведут выездной матч в поселке Афибский с командой «Афибс». И это все новости на сегодня. О том, какой будет погода 13 мая, расскажем прямо сейчас. Партнер прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в «Апрель». Аптечная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксинлайт» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. Во вторник, 13 мая, в Анапе будет солнечно. Температура воздуха днем 15-17, ночью до плюс 13 градусов по Цельсию. Ветер переменный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 16 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. КОНЕЦ